Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Railway Empire, продолжаем проходить кампанию. Я напомню, что игра еще не вышла, это предрелизная версия, выдана разработчиками. Выход игры запланирован на 26 января, если не ошибаюсь. А у нас третья глава. Через Миссисипи, 1850 год. Когда на востоке появилась железная дорога, она открыла доступ к обширным просторам американского материка на западе. Ваша задача состоит в том, чтобы поспособствовать постройке первого железнодорожного моста через Миссисипи. Тут вы на собственном опыте узнаете, как нарастает давление конкуренции между железнодорожными магнатами. Вам будет докучать Корнелиус Коммодор Вандербильд, ведь он не верит в железную дорогу вообще и в трансконтинентальное сообщение в частности. Можем выбрать режим паузы сейчас. Два противника, да, средней сложности. На тройняк режиме мы не можем ставить на паузу игру вообще, кроме случаев просмотра газеты предложений. Но получим бонус рейтинга по прохождению миссии. На выборочном режиме можем ставить паузу когда угодно, но получим штраф. Мы будем, наверное, на нормале играть. И давайте начинать. Остальные авантюристы, которые мало понимают в этом бизнесе. Персонажа выбрать не можем. Толедо Рейлвейс. Наша компания. Экономический подъем позволил железной дороге уверенно расти. А когда на маршрутах поездов появились поселения, которые до того были в глуши, страна сплотилась. Вскоре предпринимательское тщеславие и алчность подогрели первое соперничество за доходные маршруты между железнодорожными магнатами. А тем временем Миссисипи отделяло пульсирующие центры на востоке от неохваченных поселений и новых рынков на западе. Но технологические новшества, несокрушимый дух первопроходцев и хорошее деловое чутье вскоре сломят эту преграду и поведут железную дорогу дальше триумфальным шествием. Так значит, это вы тот чудной человек, что хочет проложить трансконтинентальный маршрут. Известно ли вам, что до вас уже было множество таких фантазеров и все они с треском провалились? Но вы, конечно же, считаете, что с вами такого уж точно не случится. Что вы? Я не хочу рушить ваши воздушные замки. Попробуйте. Меня зовут Корнелиус Вандербильд. Тут самый Корнелиус Вандербильд. Вы непременно слышали обо мне. Я не так оптимистично настроен в отношении будущего железной дороги и предпочитаю вкладываться в судоходство. Но никогда не знаешь наперед. Поэтому мне интересно, какие цели вы преследуете. Так, хорошо. Пока у нас режим строительства включен, да, игра на паузе считается. Можем осмотреться. У нас есть, да, основной город наш Толида. И есть у нас Рок Айленд, но здесь мы строить пока не можем. Тут разрушенный мост, то ли он разрушенный, то ли недостроенный. В общем, наша основная цель, как бы, да, собрать... Не собрать, а... Ну, для начала объединить железную сеть на востоке, да. А потом уже будем... Сможем перебраться через Миссисипи. Так, в принципе, да. Давайте мы, наверное, все-таки соединим сразу Чикаго для начала и Толида. Потому что Чикаго... Так, я по какой линии веду? Чикаго у нас довольно большой город. С которого мы можем получить много пассажиров, посылок и всего прочего. Так. Где-то... Должно быть дешевле, но дешевле особо не получается, да. Там на пару тысяч, если и выходит, то... Короче, так, оставим. Такой вот у нас путь практически прямой получается. Мост минимальный, по большому счету. Можно даже его еще уменьшить таким вот образом. Еще, ну, практически там тысяч пять-шесть сэкономили, да. Вот. Такой у нас выходит маршрутец. Сейчас. Мне, правда, вот этот вот каньон тут не нравится. Такой образовался. Давайте мы попробуем как-то его немного поправить. Ну, вот как-то так, да. Более-менее получается. Может... Нет, не стоит, наверное, так делать. Как ни крути, получаются какие-то каньоны у нас. Ну, я думаю, это будет нормально. Один процент уклона. Тут два, но тут тоже два, кстати. Как-то... Ну, нормально, короче, неважно. Главное, что... Относительно дешево получается. Хорошо. И... Теперь... Мы, наверное, выкупим эту бабку сразу, да. Которая с нами уже поздоровалась. У нее две станции пока что. И пока она денег много не заработала, да, мы можем... Какое счастье, что мне не нужно такого носить. Я уверена, мы отлично повеселимся. Сразу же избавиться от конкурента. Нету уже милой дамы. И начало тебя просто на лопатки уложат. Полмиллиона мы получили обратно. Удача будет на нашей стороне. И усилия уже объединили. Давайте теперь... Благодаря вам я получил стократную прибыль от инвестиций. И даже пальцем не пошевелил для этого. Сделаем как-то так. Однако... Пока еще останусь здесь. Ведь я просто обязан увидеть, как улетучиваются ваши вложения. И как-то вот так сделаем. Для начала... Как ты смеешь вот так выбрасывать меня из бизнеса? Тебе должно быть стыдно! Очень. Прям вообще стыдно. Прям не могу. Я слышал, вы нацелились на Омаху. Забудьте об этом. Омаха. Или поезд будет перелетать через Миссисипи. Переговоры насчет моста ведутся. Но это долгая песня. Наша финальная цель. Безусловно, сеть несколько разрознена на востоке. И вы могли бы в первую очередь позаботиться о Талиида и других городах. Но стоит ли оно вообще того, чтобы прокладывать там сеть? Так, все. Наконец-то они закончили бубнеть вроде бы. Поставим станцию обслуживания где-то здесь посередине пути. Было много комментариев к прошлым видео. Советов полезных и не очень. Всем огромное спасибо за подсказки. И давайте поговорим для начала по поводу советов, которые не очень. Были люди, человек 5-6, может быть, может больше даже, которые писали, что башня обслуживания и станция техобслуживания, точнее здание техобслуживания на станции, это типа, мол, одно и то же. И что если у нас маршрут короткий, то не нужно ставить башню обслуживания. Но это совершенно разные вещи. Башня обслуживания только наполняет песком, углем или нефтью и водой локомотивы. А здание техобслуживания, которое мы на станциях строим, только занимается техобслуживанием поездов. У нас у поезда есть, если посмотреть на него, есть как раз индикаторы песка, нефтью и воды. Это заполняется только на башнях. И есть условия. Ну это как бы, да, состояние поезда. И это состояние восстанавливается только на станциях, в общем, в здании техобслуживания. Поэтому давайте мы где-нибудь поставим здание ТО. Хотя бы на одной станции. Для начала, пока денег у нас не так много, не будем распыляться. Много денег мы потратили на избавление от вот этой вот даммы. Милой. И нужно теперь восстанавливать наш капитал. У нас тут неплохое место. В принципе, есть все ресурсы, которые нам нужны для развития ближайших городов. И я думаю, что было бы хорошо сделать это развитие через склад. Построить где-то здесь склад посередине. Соединить Гранд Трапидс и вот эту часть дороги со складом. Может быть, как-то так вот склад построить. И через склад провести. И потом к складу соединить, подключить все вот эти предприятия. Все абсолютно. Даже вот это. И даже вот это, которое нам не нужно. Ну, может быть, эти два потома. Первым делом вот эти. И со склада начинать развозить товары по трем городам. Вот. Я не на записи, я немножечко играл. Что у нас посредник делает? Нет. Не надо нам. Вот. Не на записи, немного сидел, разбирался с семафорами. Сегодня у нас будет день семафоров. И двух колеек. Поэтому давайте мы сразу здесь сделаем вторую полосу. Так. Потратим еще 150 тысяч. И будем разбираться вообще со всем этим делом. Много комментариев было по поводу того, что нужно строить сразу, да, по-нормальному. Нас не остановить, да. Нужно строить сразу двухколейки, чтобы по одной полосе поезда ездили в одну сторону, по другой полосе поезда ездили в другую сторону. Вот. И будем пробовать, как это работает. Потому что у меня опыта, как я уже говорил, нет уже в железнодорожном строительстве. В детстве у меня была железная дорога с одним поездом, который ездил по кругу. Поэтому я во всех играх так и строю железные дороги. Кто, собственно, смотрел прошлое там прохождение какой-нибудь там City Skylines или где там поезда еще были. В Факторе у нас поезда были. То там у меня была одна полоса и поезда ходили по кругу. Вот. Но будем разбираться со всем этим делом сейчас. В двухколейках у нас, да, возле станции должен быть вот такой вот разъезд. Но крестом вот таким, да, мы не можем построить. Ну, так как это на железных дорогах обычно делается. Игра нам просто не дает построить еще одну, один съезд в эту сторону. Поэтому придется делать съезды у нас таким вот каким-то образом хитрым. Причем очень хитрым. Потому что тут проблемы. Проблемы со строительством. И от этого никуда не деться. Вот такой вот у нас будет разъезд возле каждой станции. Давайте здесь то же самое сделаем. Оп. Так. И теперь. Здесь чуть получше получилось даже. Так, хорошо. И сейчас этот поезд, давайте, доедет до станции. И потом мы уже поставим семафоры. И чтобы у нас получилась нормальная, полноценная двухколейка, да. Посмотрим, как это все будет работать. Эту пока дорогу не трогаем. Тут как бы, ну, и тоже путь неблизкий такой, да. И пусть один поезд себе ездит, занимается своими делами там. Сокращение. Чикаго, да, ждет упадок. Чикаго, потому что потребности его не удовлетворяются. Но это временно. Это временно. Нам бы в каком-нибудь вот в этом городе пивоварню бы открыть, было бы классно. Или в этом на крайняк. Сюда тоже можно будет попробовать. Но лучше, конечно, в этом было бы идеально. И сделать здесь из трех городов три полностью развитых города хороших. Так, поезд доехал, да. Теперь давайте будем строить семафоры. Семафоры, семафоры. Так. Семафоры должны у нас, ну, по правилам, типа, да, быть по правой стороне. Значит, делаем вот таким вот образом. Блокируем маршруты. То есть, поезд будет ехать по этой полосе только, да. Эти поезда будут только по этой, в эту сторону ехать. Делаем то же самое на другой стороне. Так. Можно даже попробовать чуть... А, не могу передвинуть. Ну, короче, ладно, пойдет. Вот. И тут какая проблема? Если так все и оставить, то поезда ездить не будут. Я так поставил, думаю, блин, ну все, сейчас будут поезда есть. Не будут они никуда ездить. Им нужно... Нужно, нужно, нужно сразу делать остановки. Без остановок дела не будет, да. Ну, где-то вот такое вот у нас расстояние между поездами, я надеюсь, будет достаточно. Может быть, больше нужно будет сделать. Но это мы там уже посмотрим, когда будут поезда ездить. И где-то перед мостом как раз у нас будет третья остановка, если что. То есть, в принципе, здесь в очереди может быть три поезда уже. Три поезда. В одну сторону три поезда, в другую сторону. Здесь мы то же самое делаем. Опять же, да, примерно по длине поезда. Жалко, что нельзя как-то вот эти размеры самого поезда тут посмотреть, какой длины у нас максимально загруженный поезд будет. Так, хорошо. Пока что этого нам хватит. Несколько остановок по дороге. И потом дальше будем новые остановки доделать по мере надобности. И что мы делаем еще? Давайте мы настроим этот поезд сейчас. Я хочу из этого поезда сделать чисто поезд, который будет... Стоп, 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 стоп. Срочные. Только срочные грузы на этом поезде будут. Поставил я вагон-ресторан. Срочные грузы — это пассажиры и почта. Все другие товары — это несрочные грузы. Это грузоперевозки, которые замедляют поезд. Мне, ребята, писали, что молоко — это срочный груз. Нет, это не срочный груз. Молоко — это точно такой же товар, как и любой другой. И он замедляет поезд. Пассажирские поезда ездят быстрее. У нас, кстати, насчет почты, не знаю. Почта, по идее, не должна сильно замедлять поезд. И этот поезд должен нас на максимальной скорости гонять. Вот. И у нас Чикаго, да, из Чикаго в Толида. Сейчас мы дождемся, пока в Толида доедет поезд этот. И пустим еще один. Хотя можем даже не ждать. Все равно потом они из-за всех остановок собьются. Поэтому клонируем сразу поезд. И запускаем второй. Все. Он загружается тоже. Пока мало загружается, да, но у нас из Толида в Чикаго будет много людей ездить. Ну вот. Может быть, стоило, конечно, подождать. Чуть больше, да? Ну, посмотрим. В любом случае, как я уже говорил, тут... Будет потом небольшие у нас заминки, остановки дополнительные. Вот. Когда больше будет поездов здесь ездить разных. Хорошо. Денег немного у нас есть. Давайте теперь подумаем, что мы можем сделать. Во-первых, можно по рентабельности поездов посмотреть. Это тоже у нас стал, как ни странно, скорым поездом. Хоть и везет сейчас мясо. Мясо. Почему я решил, что... Скорые... Сейчас, как называется? Срочные грузы. Это у нас только пассажиры и почта. Потому что где-то в подсказках было написано такое. Вот. Хотя, да, мясо там какое-то и молоко, типа скоропортящийся продукт. Тоже можно было бы срочными грузами их считать. Но вроде бы это так не работает в этой игре. Вроде бы. Это, опять же, не точно. Это мои наблюдения и то, что я вижу в игре. Вот. И... Обратно он тоже. Давайте мы ему... Хотя, в принципе, что. Молоко возит. Не молоко, а мясо в этот город. Тоже ему надо. Вот. Потом нам нужно будет... Да, нам сейчас нужно соединить теперь Чикаго и... Вот этот город. Поэтому, наверное, мы все-таки займемся сейчас... Но, блин, сейчас пока нет смысла здесь двухколейку делать. Потому что два поезда нам здесь не нужны просто-напросто. Можно попробовать провести... Ну, кстати, если... Нет, в любом случае... Сколько пивоварни стоит? 400 тысяч, да? Давайте купим пивоварню. В этом городке. Пусть будет. Пусть будет. Начинать всегда сложно. Денег у нас мало. Но зато будет. Денег нет, но есть пиво. Замечательно же. Замечательно, по-моему. Так, давайте мы станцию только построим. Сначала маленькую станцию возле пшенички. Так, и будем потихонечку, потихонечку двигаться к Чикаго таким образом. Не знаю, план сработает такой или нет. Мы сейчас тут еще и разориться можем. Вот. Но попробуем, попробуем. Так. Новый поезд. Добавить локомотив. Охранника можно, да, назначить на этот локомотив. И настроить путь отсюда до сюда. Окей. И наша пивоварня будет приносить нам доход. Потом мы здесь тоже сделаем двухколейку везде. И соединим с Мэдисоном, да? Соединим с Чикаго. И, может быть, даже пиво оттуда будем возить по всем этим городам. Но это, наверное, не самый хороший вариант. Лучше бы пивоварню открыть где-то здесь. Но из-за того, что я решил сразу выкупить нашего конкурента, то, собственно... О, нормально, смотрите. Да, обратно едет он загруженный полностью. Хоть и едет буквально сразу же за этим поездом. Вот, ну, посмотрим. Жалко, им тут расписание как-то нельзя задать, да? Или чтобы... Можно поставить, чтобы минимальную загруженность. Но, наверное, мы пока что с этим морочиться не будем. Денюжка там капает потихоньку. Мне вот интересно, что там с... Так, дракон нам не нужен. Дракон нам не нужен. Дракон хуже, чем наш стартовый поезд. Поэтому мы не берем его. Еще по поводу дерево технологий. Ребята мне в комментах подсказали замечательную штуку, что дерево технологий можно переключать. Их у нас два. Два дерева технологий. Два огромных дерева технологий. Ну, конечно, огромных. Оно разделено на эти... На периоды, да? Мы все дерево выучить не можем. По-моему, даже в сценариях мы не можем играть там через все периоды. Мне нужно только новичкам и мечтателям, дорогуша. Вот. Прибыль от ваших предприятий. Как раз на 15%. Давайте увеличим. Будем открывать вот эту ветку потихоньку. Тут есть неплохие штуки, которые снижают строительство, например, железных дорог на 15%. Это снижает... Ну, соточка у нас уже открылась. Тоже берем с удовольствием. Я возьму вот эту штуку, да? Снижает на 15% стоимость путей. Здесь стоимость мостов на 30%. Плюс еще есть из прошлого периода. Можно тоже учить. Дорого, правда, да? По 300 очков. В прошлый период учится любая технология. Но вот на 20% еще можно снизить стоимость строительства путей. Или строительство мостов на 40%. То есть, в принципе, весьма неплохие такие бонусы тоже могут быть. Вот. Теперь Чикаго и Толида. У нас тоже срочные поезда. Скорые поезда. И будут приносить нам больше денег. Вот. Пока денежка идет более-менее неплохо. Ну, более-менее. Это так. Пока громко слишком сказано, да? Но посмотрим, что у нас в итоге получится. Пивасик наш должен работать. Мы можем, кстати, давайте посмотрим на наше предприятие. Можем... Что мы с ним можем делать? Эта чертова техника постоянно ставит палки в колеса, верно? Доступное сырье. Это, да, для нашего предприятия, наверное, как раз. Потребление 0.8. Производство 1.6. А, мы вот. Можем расширить предприятие. Не уверен, что нам это нужно прямо сейчас, потому что города здесь маленькие. Вот. В принципе, да, неплохо. Мы сразу отсюда возим мясо и отсюда обратно возим пиво. Можем даже, наверное, сейчас разориться и на вторую полосу. Сейчас посмотрим, во сколько это нам обойдется. Она тут, конечно, тоже настроила. Наша эта подруга. Дама. Дама, да. Обойдется дорого, потому что придется расширить станцию. Хотя не обязательно нам станцию расширять. Можно на одну полосу все это дело прицепить. Так что, да, давайте попробуем. Отсюда. Поехали. Денег хватает, хватает. Вполне себе хватает. Ну, где-то вот так вот, да. И потом сюда будет съезд у нас. Так, хорошо. И давайте поставим сразу тоже семафоры. Семафоры вот так вот должны у нас стоять, правильно? То сейчас скажут, что я не в ту сторону семафоры поставил и вообще. Вот так вот. Так. Поезд там доехал хоть этот? Сейчас скажут, я не могу ехать. Пусть на станцию заедет, и мы потом настроим. Давай, давай, заезжай. Че ты стал? Так, хорошо, все. Перед строительством семафоров мы давайте сделаем съезды, заезды, разъезды. Как там все это правильно называется, я без понятия. Как я уже говорил, да, перекрестные мы сделать не сможем, к сожалению. Тут у нас есть, в принципе, че я. И семафорки. Ставим. Так. В эту сторону и в эту сторону. Все, порядок. Ну и сделаем теперь тоже парочку остановок. Пока что парочку, тоже больше, мне кажется, не нужно тут весь путь семафорами застраивать. Так. 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 Хорошо. И у нас еще денег хватает на еще один поезд. Да, давайте посмотрим мы этот поезд сейчас настроим. На, 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 на. Давайте. Только срочные грузы здесь будут. Он уже повез что-то там. По-моему, как раз и... По-моему, там как раз и пассажиров и вез, но что-то пошло не так. Мэджик Трэйнс на всех парах. Мэджик Трэйнс на всех парах. Мэджик Трэйнс, да, видимо открыли новый поезд. Давайте тогда мы здесь поставим вагон ресторан. Так. И это у нас будет именно, да, только срочные грузы. Все, порядок. И сейчас... Новый поезд. Добавить локомотив. Поставим здесь, наверное, охранников можно, я думаю, тоже. Сотрудников от почтовых перевозок. Да, это будут у нас продукты питания только. Поэтому мы здесь ставим, наверное, отсюда, сюда. И только груза. Да. Только груза. Затарились пивом и покатили. Так, все. Я думаю, все. Должно быть, все нормально. Должно быть, в идеале. Я пока еще плохо разобрался со всеми этими семафорами. Как все это правильно нужно настраивать, чтобы все хорошо работало. Но посмотрим. По идее, должно пока что все быть ок. Ок. Так, что у нас еще здесь есть? Давайте посмотрим. Тут мясо. И коров можно сюда тоже подцепить. Да, денег немного у нас есть. Давайте построим маленькую станцию. Чтобы у нас как раз, по-моему, хорошо, идеально получается просто. Все здесь. Ну, почти идеально. 78 тысяч. У нас есть 71. Сможем ли мы? Да, мы сможем сэкономить, сделав небольшой уклон. По-моему, хорошо. Сейчас дождемся. 1050 первые, да, чтобы... Да, локомотив замедлен из-за недостатка оборудования. Нужны башни. Здесь... Кто это строил так? Что это такое? Блин, вот это я лень. Можно было без этого моста сэкономить кучу денег. Ну, ладно, уже раз построил, значит построил. Наверное, первые 30 тысяч, которые мы получим, наверное, поставим на... На этот. Или нет? Надо будет подумать. Все, повез кучу пассажиров. Давайте посмотрим, сколько мы с пива получим. Да, здесь 20% бонуса от вагона. Идет холодное... Холодное пивко в город завозим сразу, а? Жалко, что я не пьющий. Я бы, наверное, был бы еще более рад. Так, и... Плюс 15% у нас, да, бонуса с перевозки грузов есть. Изобретатель нам не нужен. Ну-ка, порадуйте меня. Давайте мы посмотрим, как мы пиво завезем. Вот этот вот режим я еще тоже не показывал. Сам о нем узнал совсем недавно. Можно переключаться между камерами разными. Можно вращать немного камеру. Графончик, конечно, простенький. А можно спереди поезда смотреть, можно с другого боку, или можно сверху смотреть назад. Вот. И я, конечно же, не посмотрел 15 тысяч. 15... Всего 15 тысяч? Блин. Я надеялся, что больше мы получим, чем эти 15 тысяч. Так, но у нас есть деньги уже на башню обслуживания. Обязательно давайте поставим ее где-то здесь, на мосту. Не можем жахнуть, но ладно. И сразу, наверное, я поставлю ее здесь, чтобы не забыть потом, что поезда потом не тормозили лишний раз. И загрузили здесь мясо. И погнали. Погнали мясо в другую сторону довозить. Можно потом будет выкупить, да, это предприятие, наверное, как-то можно. Да, можно купить это предприятие. 448 тысяч. Ну, нам это пока что не нужно совершенно. Пока мы в минус идем, как бы, да, вот эти поезда, как бы. Но им нужно поездить немного, чтобы цены все эти... Не цены, а прибыль фактическая обновилась. Так, 50 тысяч. Давайте новый локомотив. Охранника у нас лишнего нет. И отсюда-сюда только грузы. Все, ну, можно было не выбирать только грузы, но неважно. Вот, сейчас еще немножко денег заработаем. Стоит ли здесь ставить... Вагон-холодильник. Это вроде не продукты питания, да, тоже не совсем понятно. Пиво тоже вроде как не продукт питания. Поэтому, ну, не знаю. А, ну, кстати, можно посмотреть. Калифорния стала федеральным штатом. Можно убрать... Убрать... 15 тысяч мы заработали, да. Мы сейчас уберем вагон-холодильник отсюда. И посмотрим. На обратном пути с пивом загрузимся, да, и посмотрим, сколько у нас в итоге денег получится. Так. Так, что у нас выходит? О, этот вот вообще шикарно ездит поезда. Эти денег много зарабатывают. Остальные не очень пока что. Но они занимаются именно развитием вот этих безнадежных городов. Но раз мы их выкупили, то надо уже заняться этим делом. Так. Тут мы тоже 1015, может, получим. Щелк. Да, те же 15 тысяч. Сейчас уже на один вагон пива больше будет. Если мы сейчас заработаем 1018, да, то, значит, пиво не является продуктом питания. И не нужно холодильники ставить здесь. Молоко, да, вот продукты питания. Если молоко возить, может быть, там, овощи какие-то. Но тоже пока не совсем все это понятно. О, нет, как же не повезло. Поломался поезд. Сейчас его починят. Кое-как. По идее, сейчас вот он должен завести сюда пассажиров и обновиться. Вот эта вот статистика по его профитности. 200 тысяч мы уже каких-то заработали. Пока эта подруга не захватила новых территорий, вроде бы, да. Но, как минимум, новых городов к нам еще близко не подобралась. Она могла бы. Так. Сколько мы получаем денег за пассажиров с почтой? Больше, чем за доставку товаров, да. Но товары нам тоже нужны. Потому что... Тоже поломка. А, ну, конечно, у них поломка будет у всех. Нам надо построить... В городе-то... Да, в здании техобслуживания, конечно. Конечно, будут ломаться поезда. И здесь тоже давайте мы, наверное, построим здание техобслуживания. Да, тоже нужно. 80 тысяч, но... От этого никуда не деться пока. Они ездят, по-моему, медленнее, да, потому что... Вот мы сейчас посмотрим, у него совсем дела плохи. Да, уже... Где он там? 60 тысяч прибыли идет с этого поезда. Это, я не знаю, прибыль там в месяц, в неделю, в квартал или как. Но... Но. Вот. Теперь интересно, что сейчас будет с этим поездом. Точнее, с его прибыли. 16 тысяч... 16? Мы, наверное, сейчас тоже 16 получим. Давай, уезжай отсюда. Че ты стоишь? А, он как раз... Да. Обслуживание. Мы можем снизить... Вот этот поезд можно взять. Но у нас денег нет пока. Давайте лучше... Так. Посылок. Оплату за перевозку грузов. Берем. Сейчас с бонусом 10% посмотрим. Это грузы, это уже точно. И... 18. 18, да. 10%... Ну, как раз с 16 до 18. Ну, плюс-минус, да. Где-то из той области. Поэтому, наверное... Холодильники на пиво все же не будем устанавливать. Как бы. Не хотелось бы кому-нибудь. Так, бонусы нам не надо. Новый поезд. Вот эти вот тоже на снижение необходимости в ТО. Неплохо было бы. А тут у нас... Это не хочу. Тоже такое. Жители у нас так вроде нормально ждут. Вполне. Посылки у нас больше. Выезжающих. Ну, можно пойти, да. Сюда. Зданий и предприятий. О-о-о. На 10%. Ну... В принципе, да. Можно было бы пойти по этой веточке. Как раз выйти к снижению стоимости строительства. Можно будет. Но поезд тоже, наверное, надо будет новый выучить. Так. 200 тысяч мы уже заработали. Города растут. Что не может не радовать. Что нам еще нужно? В принципе, в этот город тоже пшеницу нужно завозить. Хотелось бы, да. И овощи тоже по этим двум городам можно было бы развозить. Как, в принципе, и дерево. И туда нужно и сюда. Да и молоко вон, кстати. Может, мы как раз еще и фрукты. Может, мы здесь построим склад. А не здесь. Но, опять же, я немножко не тем сейчас занимаюсь. Нужно было бы, может, все же заняться развитием Толида. Да? Немного хотя бы. Но нам нужно соединить вот эти города для начала. Чтобы можно попробовать Мэдисон. Я в Мэдисоне не смогу станцию сейчас построить. Нужно сначала проложить дорогу. Так. Дорогу. Давайте подумаем, что мы можем здесь сделать. Можно, в принципе, отсюда взять молоко и дерево возить. Опять же, в эти города. Попробовать. Тут у нас только большую, да, маленькая. Не подхватит. А склад? Склад вообще у нас ничего не подхватывает. Как бы тут тогда поиграться со всем этим делом? Ну, можно, в принципе, построить, на самом деле, большую. Все деньги отдать на станцию. Как-то не хочется, если честно. А временный вариант тоже как-то не особо хочется делать. Ладно. Просто потому, что не хочется делать временный вариант, а потом что-то менять и перестраивать сильно очень. Ждем. О, а что это у нас здесь? Похоже на планы из твоего исследовательского отдела. Так. Пока сделаем. Здесь нам надо 100 тысяч, чтобы вторую полосу организовать. А, блин. У нас эта полоса в эту сторону пойдет, а там, в другую. Ну, а, кстати, переделать вот этот путь тоже изменить, чтобы моста здесь не было, тоже, наверное, как вариант. Ну, блин, денег много. Хотя, с другой стороны. Будет кривая дорога? Ну, ничего. Наверное, тоже пойдет. Подумаешь. Ну, кривая будет немного. Какая разница? Так, 100 тысяч есть. Давайте расширяем станцию. А, 60, не 100. Нужно здесь. Тоже хорошо. Так. И тут мы делаем... Вот таким вот образом, наверное. Как-нибудь вот так. Наверное. Должно... Должно проканать. Должно проканать. Криво, но... Работать будет. Теория. Так. И здесь... Тоже делаем... Съезды-разъезды. Так. Симафорчики ставим. По какой там полосе поезд идет, я даже не знаю. По той, которой он должен идти или не очень. Так. По-моему, не по той он идет. Полосе. Ну да ладно. Кстати, сколько я на вторую дорогу-то потратил? Может, действительно проще было бы перестроить без мостов? Ну, уже ладно, потом. В другой раз будем без мостов все это делать. Так. Ну и что тебе сделать? А, он куда-то исчез сразу, да? По-моему. Он молодец. Сразу загружается. Все хорошо. Так. Окей. Окей. 20 тысяч у нас есть. Можем, в принципе, наметить сразу себе дорогу сюда. Вот так вот. И сколько она нам в 40 тысяч обойдется, кстати, да? Всего-то 40 тысяч. А тут мы за дорогу потратили... Я даже не посмотрел, сколько. Ну ладно. Машиниста предлагают. Машинист дает нам... Максимальную скорость увеличивает. Прекрасно. Мы поставим максимальную скорость на какой-нибудь из вот этих вот поездов. Машинист. Нанимаем. Хорошо. И пусть этот поезд будет действительно скорым на 5%, но все равно типа скорый. Так. Хорошо. Нет. 40 тысяч надо. Че я. Интересно, как там пивоварня наша много денег к нам привозит? Че там полный поезд? Мне что-то показалось, что как будто бы не полностью заполненный едет. Этот город не развивается почему-то. Может быть, пшеница, потому что здесь нету, да? И, наверное, я бы даже поставил бы поезд с пшеницей и пустил бы сюда еще один, в принципе. И с молоком тоже было бы, наверное, неплохо туда отправить поезд. Так. У нас уже соточка набралась практически. Давайте берем... Так. Делаем опять же... Вы меня поправьте, если я как-то неправильно делаю. Кто вот играл в игру? Там есть бета-версия с парочкой миссий. Доступная. Если сделать предзаказ на игру, то уже можно сейчас играть. И там вроде бы... Если я не ошибаюсь, если я все правильно понял. И там есть открыты первые две миссии в компании. И вроде бы там что-то еще свободная игра вроде бы, да? Что-то такое. В общем, я к тому, что если кто-то играл, то подскажите, правильно ли я делаю? Правильно ли я понял вашу мысль с прошлых серий, когда вы мне писали по поводу двухстороннего движения и всего-всего остального? Так. Так. И здесь надо башню построить. Как раз у нас где-то тут посерединке место на башню есть. Ну, да. Как-то так. Хорошо. И... Сейчас денег еще чуть-чуть подсоберем. И отправим поезд... С чем? С молоком? Или... Да, просто, наверное, отправлю поезд грузовой, да? К этому городу. Бонус за новое предприятие. Предприятие, слушайте. Ммм, 200 тысяч. А что мы можем? Что мы здесь можем? Мяса не надо. Ткацкую фабрику. Молоко, кстати, здесь тоже есть, да? Ткацкую фабрику. Не выйдет. Спиртовой заводик, конечно. О! Сыроварню, да? Но, блин, 500 тысяч. Я могу, кстати. Ммм. Так. Давайте посмотрим. Есть у нас что-то типа кредита можно взять, да? Мы можем... Да. Процентная ставка 8%. Как раз те 500 тысяч, которые нам нужно. Выпускаем облигации. Мы получим 500 тысяч. И автоматически она будет погашена через 100 недель. Так. Поезда музея. Берем. Берем. Так. И открываем здесь сыроварню. Монополист. Наверное, иметь в одном городе два предприятия, да? Или что-то типа того. Так. А теперь как раз у нас сюда пойдет молоко. Можно было молоко, кстати, отсюда возить, да? В принципе. А, она перебила мою ставку. Я не заметил. Блин, ладно. Так. Хорошо. И... Теперь... Мы едем отсюда. Едем сюда. Да? И больше, в принципе, никуда. Вручную, наверное, будем именно молоко возить для начала. И вручную куда-то поехал без моего приказа. Наверное, потому что нужно было сначала выдать ему приказ, а потом его отправлять. Правильно? Так. Да. На звероферме мы... Разгрузить. Нет. Нет, 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 нет. Нет, все правильно. Все правильно же было, правильно? Отправляющийся поезд у нас загружает молоко. Что пишут? Не получится зарезервировать вагон для данного груза. Доставленный груз не пользуется здесь спросом, поэтому вагон невозможно разгрузить. Так, разгрузить здесь и не надо. Здесь молоко не нужно разгружать. Что-то я не вырубил, как это работает, если честно. Можно переключать, кстати, да, вот таким вот образом. Ну, может, типа норм будет? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Где там этот поезд уже? Поломался. Давай, едь обратно уже быстрее. И посмотрим, загрузится он здесь или нет. А то наше... Наше молоко тут простаивает маленько. И можно, наверное, даже еще один поезд пустить грузовой отсюда, между этими двумя. Городами, мне кажется. Очень даже можно. Так, что там? Что там? Что там он еще едет? У пути. Мы как раз 200 тысяч получили, да, бонуса. То есть за 300 тысяч сыроварню открыли. По дешевке. Но нужно будет выкупить облигации наши. Сейчас посмотрим, как только наберется. Я, наверное, сразу выплачу, что ли. Так. Проводник. Возьмем. Сейчас его поставим там куда-то. Изобретатель. Нам не надо. Так. Ну что, ты будешь тут загружаться? Не загружается. Знаете, что-то я неправильно сделал. Может быть, наоборот тогда, типа... Я не понимаю тогда, почему он не загружается здесь. Здесь. Ладно. Давайте, кстати, проверим вот эту вот теорию насчет того, что... Срочные грузы. Что-то там поломался. Нет подходящих... О, нет подходящих для этого поезда грузов. Нет вообще. То есть срочные грузы — это не молоко. А если мы поставим только грузы... А-а-а... Нет подходящих... Ты прикалываешься? Что? Что происходит вообще с этим поездом? Что если не так сделаю? Ну, звероферма. Что? Что-что не так? Приоритет на молоке. Можно поставить вот таким вот образом. Что? В чем твоя проблема? Оно, кстати, только... Срочные грузы, да? И... Мы не можем выбрать дерево, не можем выбрать молоко, потому что это как раз не срочные грузы. Только грузы и приоритет по молоку, да? Все равно нет подходящих для поезда... Как нет? Как нет? Что-то я не понимаю, если честно. Ладно, просто забьем на все, поставим его на автоматический режим, потому что мы кучу времени потратили уже и ничего не заработали. Правильно же, отсюда, да? Только автоматически. Допустим. Что? До сих пор нет подходящих грузов. Что? Что происходит? Давайте по технологиям глянем сейчас. Новый поезд. Нет, давайте сначала сейчас по облигациям погасить. Если... 34 штрафных процентов. А, ну, по-моему, погашается, да? Само по себе или... Нет, 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 не погашается. Мы столько как раз и брали. Посмотри на это с такой стороны. Окей, я гашу сразу. Про тебя написали в газетах, да еще и с фотографией. Мы встаем в позу. Что с тобой не так? А, все, загрузил молоко и поехал. Все хорошо с ним. Оказывается. Это, видимо, там какие-то были у него. Непонятки. Может быть, да, если мы сейчас там... Ну, короче, все. 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 Пусть себе катает. Наконец-то хоть сыроварня наша будет работать. Она сейчас не работает вообще. На 100% работает пивоварня. Можно ее... Сколько? 400 тысяч? Значит, я не готов столько денег отдавать. Давайте теперь... Да, теперь можно, наверное, открыть сейчас новые поезда. Будет. Так. Количество пассажиров. Хорошо. Блин. Нам придется сейчас или этот поезд брать, или этот. Чтобы к этому пройти, да? Тут никак. Надо было дракона этого. На аукционе брать. Все-таки за 30 тысяч и не выделываться. Да. Стоимость покупки новых локомотивов на 30% снижается. Наверное, вот так вот как-то пойдем. Блин. Ускоряет обслуживание, увеличивает количество пассажиров. Так тоже можно было бы пойти. Увеличивает стоимость билетов на 20%. О, вот это вот хорошо было бы. Так. Окей. Пока все равно у нас нет ничего. Этого мы наняли. Новый соискатель. Начальник станции. Отлаживает работу на всех станциях. Уменьшает время разгрузки. Берем. Профессор. Профессор. За 9 очков новации 200 тысяч мы получим. Наверное, нет. Все-таки. Так. Проводника. Нам нужно назначить проводника. Давайте мы на этот, нет, не на этот поезд. Мы, наверное, сейчас назначим проводника на какой-то из этих поездов. Да? Как раз проводник здесь будет нужен. Ага. Так. Хорошо. Подруга потихонечку приближается к нам. До Луисвилла добралась уже. Захватила по дороге все-все-все здесь, да? И еще и дерево здесь забрало. Окей. Так. Кто там? Кочегар. Надежность. Давайте возьмем. Сейчас я не знаю, на какой поезд мы его назначим. Наверное, опять же, на какой-то из вот этих. Давайте этот у нас типа скорым считается. И пусть будет здесь кочегар, чтобы меньше поломок было. Так. Хорошо. Мы потихонечку подбираемся к... Здесь у нас же есть, да? Станция техобслуживания есть. Потихонечку подбираемся к... Чикаго. В следующей серии, наверное, соединимся с... Мэдисоном. Наверное, да? Придется проложить путь к Чикаго, а потом уже... Ну, кстати, из Чикаго можно вытянуть к вот этому хозяйству и мясо завозить сюда. Как раз по дороге нам. А Мэдисон... А Мэдисон в пролете пока будет, наверное. Хорошо. Ну, это будет уже в следующей серии. Пока что я на этом закончу. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за разные подсказки и советы. И пока. Увидимся в следующей серии. Продолжение следует...